Ускорить вывод американских военных из Сирии. Вот такую задачу собирается решить Дональд Трамп на встрече с Владимиром Путиным 16 июля в столице Финляндии, Хельсинки. Эту информацию со ссылкой на свои источники распространил сегодня телеканал CNN. Но не только о Сирии будут говорить президенты. Война на Донбассе тоже станет одной из тем на переговорах. Вот только удастся ли прийти к конкретным решениям? Разбирался Дмитрий Анопченко. Зрада или перемога? Этот вечно украинский спор сейчас и на страницах американских газет. Все строят догадки, надавит Дональд Трамп на своего визави или пойдет на компромиссы и будет потом рассказывать прессе, как в случае с Кимчененом было, мол, его собеседник отличный парень. Сомнений много, ведь все, что к этому моменту известно достоверно, это лишь место и время 16 июля Хельсинки. Полиция финской столицы уже сообщила, начала подготовку к переговорам Трампа и Путина. В город перебросят дополнительные подразделения полиции. В день самой встречи стоит ожидать усиленных мер безопасности. Силовикам не привыкать. В прошлом Хельсинки видели и встречу президента Форда с Леонидом Брежневым в 1975-м, и исторический разговор Жоржа Буша с Михаилом Горбачевым в 1990-м, и переговоры Билла Клинтона с Борисом Ельциным в 1997-м. Но ни одна встреча не вызывала столько споров и вопросов. Боюсь, что саммит окажется очередным ударом по НАТО и нашим союзникам и станет подарком Кремлю. Делится опасениями со страниц Вашингтон-Пост, один из лидеров-демократов в Конгрессе Адам Шифт. Боюсь, его готовность поладить с Путиным может стать причиной уступок, которые не отвечают американским национальным интересам. И если Трамп будет осыпать Путина похвалами, как Ким Чен Ына, для Путина это будет гигантская победа, прогнозируется страниц Нью-Йорк Таймс, экс-посол США в России Майкл Макфоу. В ответ на всю эту волну критики в пресс-службе Белого дома пока лишь огласили главные темы будущей встречи. Заявив, я процитирую, Дональд Трамп надеется, что переговоры снизят напряженность в отношениях и положат начало к конструктивному сотрудничеству. Вот эта фраза, снизить уровень напряженности, в эти дни она звучит от самых разных людей из команды американского президента, от рядовых сотрудников пресс-службы до Джона Полтона и Майка Помпео. По-видимому, это формулировка, придуманная спичрайтерами. А вот что стоит за ней? Трамп об этом тоже говорил. Думаю, мы будем говорить о Сирии, а также об Украине. Мы будем затронуть, а там посмотрим, что будет. Ведь на переговорах никогда не знаешь, что случится. И параллельно неофициальную версию сообщает CNN со ссылкой на дипломатические источники. Дескать, для Трампа важно достичь конкретных договоренностей, которые помогут как можно скорее вывести американские войска из Сирии. Якобы план Белого дома таков. Позволить властям страны вернуть контроль на территории в районе иорданской границы взамен получить четкие гарантии России, что режим Асада не будет преследовать повстанцев. А на юго-западе страны создать зону деэскалации, максимально ограничив влияние Ирана. Где в этой сложной геополитической игре место для Украины? Вот это и будет обсуждать все это время. Оставшиеся до финской встречи по обе стороны Атлантики и в Киеве, и в Вашингтоне станут искать признаки, кто зрады, кто перемоги. Из неофициальных источников с американскими дипломатами я услышал, что на уступки Белый дом идти не намерен. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер.